Радио 54 Очень интересно, что финальная тройка в итоге, что в 2017-м, что в 2018-м году была одна и та же. Россия, Казахстан, Япония, только все поменялось местами. В первый раз Казахстан победил, Россия ограничилась серебром, и Япония замкнула тройку. А в этом году, в 2018-м, у нас Россия праздновала победу на домашней площадке, Япония стала второй, Казахстан в матче с Кыргызстаном выиграл бронзу. Но вот как чувствовать себя, защищая страну? Фактически, Кубок нации береговой волейбольной лиги по телекартинке, а телеканал УТС показывал финал, и вообще по репортажам, но это на уровне такого большого международного турнира. Вообще, вот как чувствуете, что за сборную России играет? Да ладно, это и есть большой международный турнир? Нет, ну безусловно, могу сказать, что это гордость представлять Россию, это сложный путь для того, чтобы именно выйти на этот уровень и представлять, вот от всей лиги, по сути, из 120 команд, выйти победителем и представлять, ну, на Лиге наций страну Россию. Это, безусловно, почетно, это очень круто и это очень здорово. А как вы живете в ранге обладателя Кубка наций? Что сейчас в вашей жизни происходит? Живем потрясающе. Да, мы ребята с Бердска в Лигу пришли 10 лет назад. Долгий путь, много было у нас и побед, и поражений. И спонтанно мы, как в последний вагон, запрыгнули на Кубок регионов и там показали достойную игру. Ну и тем самым завоевали путевку на Кубок нации от Новосибирской области. Ну, что про БВЛ хотелось бы сказать. Эта лига, на самом деле, очень мощная, очень большая. В Новосибирской области нет таких людей, которые занимаются волейболом и либо не слышали, либо не играют. Как правило, задействованы все волейболисты. Если ты играешь в волейбол, это БВЛ. Это БВЛ. Мы не раздаем путевки просто так на Кубок нации. Это долгий годовой отбор. И в годовом рейтинге команд, значит, команда Протсиб занимает третье место. Они вышли в гранд-финал, там встретились в финале с автомеханикой, к сожалению, уступили. Но, тем не менее, это заслуженный, долгий путь. Хотя у команды Никиты есть такой бэкграунд. Девять раз за свою историю они выходили в суперфинал и еще ни разу не побеждали. Самое тепло. Да-да, сам, больше всех выходов. У тебя такие вечные суперфиналисты. Но тут есть определенная интрига, потому что на суперфинале летнего сон, который завершился, они в пяти сетах переиграли команду автомеханики из Кемерово. То есть заслуженно, все нормально. Да, тут вообще все хорошо. А если говорить про команду автомеханика, которую представляет Аня, а практически все девушки уже теперь в этой команде новосибирские, там три девушки из Новосибирска. Там автомеханики-то есть какие-нибудь? Ну, наверняка, я думаю, какие-то есть. Конечно, подрабатываем. Что хочу сказать. Ну, во-первых, это годовой отбор. А во-вторых, у нас случилось замечательное событие. Впервые в истории лиги, я не знаю, повторится она куда-нибудь или нет, команда автомеханика, она подряд собрала все три главных титула лиги. Это такое впервые у нас случилось. Они выиграли последовательно суперфинал, вышли в гранд-финал, выиграли гранд-финал, завоевали путевку на Кубок нации и выиграли Кубок нации. И вот мы сейчас, плавно переходя к балу волейбористов, подведение итогов года, я что хочу сказать. Мы решили, что раз событие уникальное, то и призы, и награды должны быть уникальными. И мы сделали именные серебряные перстни для каждого игрока, который участвовал во всех трех этих главных победах. Ну, то есть по всем законам большого спорта. Да, то есть на самом деле, да, команда приехала с женами, с мужьями. Это был такой праздник замечательный. И его омрачило только одно событие. Аня не приехала, она была на подготовке к другим большим соревнованиям. У нее уважительная причина. Но перстень есть у вас, Аня. Вот, и у нее нет перстня. Вот всем вручили перстень, а ей нет. И поэтому я хочу вот тут в прямом эфире, да, вот, действительно, да, вручить Ане вот заслуженный перстень победителя. Три титула. У нас нет названия, мы все еще никак не можем придумать, что это за титул. Но этот именной серебряный перстень, почему именной? Потому что на нем есть название автомеханика, на нем есть уникальный ID номер Анны в нашей бате данных. У каждого игрока такой номер есть. И там есть все три титула, которые Аня в составе своей команды называет. Аня, все, одевай. Так все серьезно, а страшно иногда. Показывай, да, Аня. Вот, покажите. Да, в кадр. О, ой, спасибо большое. Слушайте. А можно еще раз повторить? Твой дом, твоя область. Новосибирск. 106,2 FM.